здравствуйте с вами татьяна не губи филтинг и сегодня мы с вами сделаем милый браслет пасхальное гнездышко для которого нам понадобится немного шерсти и основа для браслета для начала возьмите любую имеющуюся у вас шерсть сверните ее плотный комочек аккуратно оберните пушистыми краешками и зафиксируйте их иголками чтобы они прикрепились к основе у меня иголки номер 38 когда наша шерсть сцепилась и держит слабый пушистый шарик возьмите любое мыльное средство я беру ферри наношу его на ладони жирным слоем и как клеем намазываю наш будущий войлочный шарик наша задача не свалять а приклеить за счет мыла все волосиночки к основе когда все волосинки приклеились я сбрызгиваю руки простой водой усиливаю нажим и продолжаю валяние шарика до его окончательной готовности используя любой метод который вам будет удобен можно тереть между ладоней можно об икеевскую пупырчатую пленку когда же наш шарик уже достаточно плотный и вы чувствуете что у вас многовато мыло я просто стилю полотенце и делаю пару вращений о сухое махровое полотенце уходит излишнее мыло и влага чем суши шарик тем легче его свалять когда наш шарик свален настало время превратить его в яичко яйцо имеет овальную форму с заостренным кончиком для этого мы прокатываем наше яичко по плоскости превращая его просто в овал а дальше немного прищипываем верхушечку яйца делая ее более заостренной прокручивая и проминаю между пальцами донышко наоборот придавливаем можно немножечко потерять а пленку чтобы она лучше запомнила свою форму когда форма вас устраивает можете остановиться далее выполаскиваем яйцо от мыла придаем ему вновь форму и сушим если где-то торчат волосинки просто возьмите ножнички и немного подстригите ваше яичко далее давайте сделаем основу для гнезда для этого возьмем коричневую шерсть которая будет имитировать сучки и палочки отщипнем ее тонкими прядями я взяла мериносовую шерсть 18 микрон катара которая достаточно подвалена можете взять абсолютно любую шерсть делаем пару прокатывание в одну сторону и формируем слабые жгутики у нас нет задачи их свалять просто сформировать далее на ладони добавляем немного мыла и протираем между ладонями нам не нужны идеально ровные тонкие палочки нам нужны наоборот более кривые более естественные если мыло недостаточно добавляем воды протираю сучки между ладонями периодически их разделяя друг от друга просто чтобы они не свалялись между собой формировать их никак не надо так как шерсть усаживается так она пусть и усаживается чем более естественно это произойдет тем лучше в итоге некоторые сучки получатся потолще и покороче некоторые потоньше и подлиннее неровности сформируются самостоятельно далее давайте сделаем несколько травинок для этого вновь возьмем любую шерсть просто зеленого цвета в данный момент я взяла карачаевскую шерсть в топсе вновь формирую слабые жгутики прокатывая рукой в одном направлении также можно сформировать первые жгутики просто прокрутив их между мокрых пальцев и затем вновь добавляю мыло и просто протираю травинки между ладоней добавляю воды и мыло разделяю и и валяю до необходимой готовности если чувствуете что жгутики плохо сваливаются потому что слишком много воды и мыло просто промокните их полотенцем в полусухом виде животики формируются гораздо лучше не забудьте в самом конце прополоскать все от мыла далее вы можете сложить примерную композицию которую вас будет устраивать чтобы понимать хватает ли вам деталей для изготовления вашего изделия после того как все детали высохнут приступаем к сборке я для основы взяла силиконовую резинку вы можете взять просто тонкую резинку обмерила то расстояние которое мне было бы комфортно на моей руке взяла иголку широким ушком и желаемом порядке стала надевать маленькие яички совсем не обязательно прокалывать яйца точно по центру можно с какой-то одной стороны тогда яйцо будет располагаться не точно по центру когда вы надели все яйца завязываем нашу резинку двойным тугим узлом хорошенько его затягиваем после этого можно его еще и заклеить клеем я взяла строительный монтажный клей гель прозрачный для пластика и стекла можете воспользоваться моментом гелем или моментом кристаллом которые прозрачные если ваша резинка не имеет склонности развязываться можете не пользоваться клеем я же на нашу маленькую капельку клея на наш узелок чтобы он точно не развязался теперь у нас готова основа для нашего будущего браслета теперь между яичками я размещаю в хаотичном порядке коричневые палочки и зелень и еще одним слоем нитки прохожу насквозь этих травинок и палочек и яиц заодно наш браслет становится более прочным и мы надежно фиксируем нашу декоративную часть второй ряд силиконовые нитки я провожу недалеко от первого ряда и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В конце работы, когда вы уже практически пришили все травинки и сучки, возможно плохая видимость. Но не переживайте, просто следуйте вдоль первой нитки, в конце завязывайте узелочки и уже по окончанию работы просто расправите всю зелень и сучки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, наш браслет готов!